Сегодня мамы, женщины, лидеры со всех областей Украины собрались здесь в парламенте и проводят Раду матерей Украины. И главное требование, с которым они обращаются к кандидатам в президенты, к лидерам парламентских фракций, к спикеру парламента, с тем, чтобы первоочередными рассмотрели законопроекты, направленные на защиту детей, детей с инвалидностью, детей сирот, детей переселенцев. Я вас очень рады всех приветствовать, спасибо, что вы приехали, нашли время, понимаете, что и дети, и домашние заботы, все это не просто, но это, что вы делаете, очень важно, потому что, если вы не будете проявлять свою позицию, то не будет ничего такого, чтобы сделать жизнь матерей лучше. А так как вы сегодня работаете, так как вы сегодня защищаете права матерей по краю, то это даёт шанс принятие законы, которые будут поліпшить ваше життя, поліпшить життя миллионам матерей по краю. И я хочу сказать, что ваш голос уже чувствует, потому что, когда вы начали свои действия, это была одна вещь, а сегодня до вас прислушаются, и вас оценили, и видят вас, общественную организацию, которая имеет влияние в общество. Буквально два слова про то, что мы будем делать для того, чтобы допомогать матерей. Первое, я считаю, что мы должны повернуть ту норму, которая существовала до 2014 года по увеличению выплат за народжение детей. У нас работала такая норма, 40 тысяч гривен, тогда у доллара было 8 гривен, надавалась допомога за первую дитину, 62 тысячи за другую и 120 тысяч за третью дитину. С врахованием курса доллара, это была суттєва допомога, и она давала впевненность, особенно молодым сыням, в том, что они будут, ну, как минимум, не будут голодовать, и дети будут отримать, соответственно, допомогу. Поэтому, теперь, враховывая падение национальной валюты, мы считаем, что нафта загрозила демографическую ситуацию в Украине. Мы щоречно втрачаем 200 тысяч людей, наследок разницы между народжением и смертями, и поэтому требуют реанимационные заходы. Первое – это увеличение выплаты с урахованием курса доллара 100 тысяч гривен на первую дитину, 200 тысяч на другую и 400 тысяч на третью. Это приблизительно такие же суммы, если перевести на доллар, которые существовали тогда, но это уже даст возможность людям планировать семью и мать возможность, впевненно, дивиться на рынок. Второе – это планики, которые были забраны в материн, словно известным решением парламенту 2014 года. Повненно, что их нужно повернуть, потому что, за нашими рассчитанами, они все стоят на больше 3 миллиардов гривен по всей стране. Это не такие большие деньги, которые не может найти страна, чтобы помогать в эти важные дела. Третье – это те вопросы, которые очень часто задают не только многодетные, матери, родители, а практически все молодые люди, которые начинают свое жизнь. Это жилье. И в любую аудиторию это вопрос становится практически третий-четвертый, если встречаются с молодыми семьями, молодыми людьми. Это так называемая молодежная ипотека. Первая пара, которая была започаткована в 2011 году, эта программа не была доведена до системы основания. Но мы ее реанимуем, потому что должен быть кредит молодой семьи максимум 7% для того, чтобы они могли побываться в жизни. Что сегодня происходит? Что сегодня дается? Молодая семья Раконева, они меня особенно рассказывают в разных аудиториях, и на химзаботе Павловно Раде, в селе Поджитово, и вчителях Херсона. Они практически эти деньги сплачивают за аренду жилья. Но если они не могут иметь свое жилье с кредитом, то это даёт перспективу его получения в собственном. А сегодня они просто отдают деньги, сплачивают за аренду. Никто им этого не компенсирует. И они справедливо говорят, что нам делать? У меня одна дитина, я сплачиваю там 3 тысячи гривен за квартиру, а если бы я могла сплачивать эти деньги за кредит, то я бы планировал іншую, потому что знал, что у меня будет это жилье. А как можно планировать жизнь, когда живешь на квартире Пузьмана? Это такие сути житейские питания, которые сегодня, в любом случае, будут... Я не беру питание, конечно, мира, питание тарифов, питание цен, низких зарплат, рабочих мест. Но чтобы брать сути проблем мотива детей, молодых семей, то это 3 главные питания, которые сегодня не сплошают. Еще раз повторю, это такие же большие деньги по краям. И мы, в принципе, знаем, как это сделать, знаем, каким чином восстановить и финансирование, и сделать молодежную ипотеку. И я уверена, что эти заходы дадут возможность отрабатывать демографическую конструкцию в Крым. Потому что сегодня у нас 80 тысяч студентов поехали из Крым, учились в инши места, и когда мы проводили вопрос из них, то в 90-е годы они собираются поехать домой, с разных причин. Война, нет перспективы отрабатывания достойной зарплаты, нет перспективы отрабатывания городового рабочего места с достойной зарплатой, ну и все эти речи. Поэтому это Наталья Васильевна, и дякую вам, что вы своей присутствующей, своей активной позиции, своими изустречениями, вы все питание поднимаете и не даете забыть о нем, а это гарантия того, что это будет выше. Ситуация в стране катастрофическая. Страшный демографический кризис. И сегодня женщины и боятся рожать, а те, кто рожают, получают мизернейшую поддержку со стороны государства. Выплаты при рождении ребенка не индексируются почти 5 лет. Выплаты на детей с инвалидностью дошли до самого мизера и не индексируются также 5 лет. Сегодня нет поддержки для детей, пострадавших от войны. Сегодня государство, можно сказать, на произвол судьбы бросает детей-сирот, потому что катастрофически сокращаются семейные формы воспитания. И поэтому матери требуют прекратить это политическое шоу, прекратить заигрывание в этой избирательной кампании, а сделать все, чтобы первоочередными принять решение в парламенте по защите детства и материнства. Не верю, что сегодняшний парламент прийме что-то такое, что социально поддерживает людей. Я вижу, что они делают. Они практически заняты собой. И сегодня мы зарествовали постанову про росту этого парламента и выборы нового. И я предлагаю вам собираться и иметь своего представника в парламенте. Мы считаем, что нет, сегодня ничего важнее детей в нашей стране. И защитить детство, защитить материнство, защитить украинские семьи, это является первоочередным. Почему женщины сегодня обратились к двум кандидатам президента, передали им свои требования, свои программы, свои законопроекты, с тем, чтобы на следующий день после окончания президентских выборов мы имели возможность уже реально требовать принятия решений. Підготуйте проекты, что нужно провести. Я обещаю, что я их буду защищать и проводить. Но еще раз скажу, что, почему я не только там, чтобы не сталося так, что я пришел до вас, хочу сподобаться, вы принимаете решения, отдаваете депутата. Я встретился с Федерацией работодавшей Украины, с Федерацией всеукраинской аграрной раты, с спільной организацией Чорнобильцы, с спільной организацией Афганцев. Я им всем говорю, что, что вы, шаново, хотите, чтобы ваши интересы системно защищались, то вам нужно иметь своих представителей. Кожна организация имеет 100-200 тысяч людей, которые объединятся и способны провести своего кандидата в депутаты по мажетарному округу, или 10, каким-то чином. Но если эти частины нашего общества будут представлены весь час кандидатам, депутатам, которые знают, что он, допустим, от вас, от матерей, то он каждый день будет заниматься этим вопросом. Поэтому, понимаете право, мы вас поддерживаем, мы сделаем все законопроекти, мы сделаем так, чтобы мы будем защищать вас, потому что для нас это болит, но, в депутатах, должен быть ваш представитель. Продолжение следует...